Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует компания «Видопульс» и я, врач компании и менеджер отдела технической поддержки Арчибасова Елена. Сегодня в рамках раздела «Основы физиологии» мы продолжаем разговор о функции сосудов и о нарушении их функции. Тема вебинара, который сегодня у нас, называется «Варикозная болезнь нижних конечностей». Ну и, как обычно, мы начинаем с того, что даем определение, что же такое варикоз. Правильнее говорить не варикоз, а если мы говорим о конкретной проблеме, конкретно нозологической форме, то правильнее говорить варикозное расширение вен. И варикозное расширение вен бывает в разных, так скажем, частях тела, но, как правило, это проявление касается вен нижних конечностей, поэтому это заболевание называется как варикозное расширение вен нижних конечностей. Итак, что же такое слово «сам варикоз» означает? Значит, как вы видите, происходит оно от слов «варикс» или «варицес» и означает дословный перевод «вздутие». И действительно, многие наверняка наблюдали, как выглядит это проявление, что и вот здесь, на представленном слайде, да, на этой картинке, также видно это вздутие, когда происходит расширение вен. И происходит как раз расширение вздутия поверхностных вен, те, которые находятся в поверхностных слоях. Мы сегодня немножечко поговорим и об анатомии системы венозного кровообращения нижних конечностей. Так вот, вздутие поверхностных вен, которое связано с тем, что нарушается функция клапанного аппарата вен и нарушается, соответственно, кровоток, то есть оптимальное адекватное движение крови по венам, которое должно происходить снизу вверх. То есть вены доставляют кровь от органов к сердцу. И, соответственно, происходит движение крови, которое осуществляется и противостоит силе тяжести. Так вот, варикоз, да, это расширение поверхностных вен и обусловлено оно тем, что нарушается функция клапанного аппарата. Ну, мы сегодня еще немножечко вспомним, о чем мы говорили на прошлом вебинаре, который был посвящен физиологии сосудистой системы. Немножечко коснемся то, что касается непосредственно вот анатомии и физиологии вен. Итак, варикозная болезнь присуща только человеку. То есть у представителей животного мира такого заболевания не существует. Почему? Потому что представители Homo sapiens прямо ходят. И в связи с вот этим вот вертикальным положением тела, большая часть крови, которая находится у нас в системе кровообращения, она как раз находится в нижней части туловища. Ну, или другими словами, больший объем крови находится в сосудах ниже сердца. И вот здесь, на этом слайде, схематично показано, как у нас идет движение крови по большому кругу. Значит, вот у нас левый желудочек, который выбрасывает кровь в аорту и, соответственно, артерии крупные, мелкие, артериолы. И здесь протекает кровь артериальная, то есть кровь, которая идет от сердца ко всем тканям, ко всем органам и доставляет это кровь, кислород и необходимые питательные вещества. Так вот, посмотрите, в артериальном звене сосудистого русла от общего объема крови находится примерно где-то 17%. Ну, то есть примерно 1,5 от объема крови находится в артериальном звене. Далее кровь поступает в капилляры, или мы это называли микроциркуляторное русло. Здесь происходят обменные процессы. То есть клетки получают необходимые питательные компоненты, а обратно в клетке происходит удаление того, что накопилось в клетке в результате ее жизнедеятельности. Обмен осуществился и теперь уже кровь становится венозная. Венозная – это кровь, в которой мало кислорода и много углекислого газа. И эта кровь теперь уже собирается в венулы, это мелкие вены. Затем они объединяются в вены покрупнее, крупные вены. И двумя большими сосудами, это верхняя и нижняя полая вена, кровь попадает в правые отделы сердца, непосредственно в правое предсердие. Вот здесь заканчивается большое кровообращение. И начинается все снова. Так вот, посмотрите, от общего объема крови в венозном отделе сосудистого русла содержится 67-70% крови. Это очень много. И это обусловлено исключительно прямохождением. Если посмотреть по распределению этой болезни среди населения, а именно по половому признаку, то нужно сказать, что в большей степени, примерно в два раза, этой патологии страдают больше женщины. Смотрите, соотношение 20% мужчины и 40% женщины. И мы сегодня тоже попытаемся выяснить причину, с чем же это связано. А теперь, чтобы нам двигаться дальше, давайте немножечко познакомимся с анатомией венозной системы нижних конечностей. Итак, мы опускаем артериальное звено, то есть те сосуды, которые доставляют питательные компоненты каждой клетки, и поговорим уже исключительно о тех сосудах, которые несут кровь от нижней конечности, от каждой клеточки, от самой удаленной клеточки, собирают кровь и доставляют ее уже непосредственно вверх и к сердцу. Так вот, значит, выделяется система глубоких вен. Глубокие вены здесь вот на этой картинке представлены таким более выраженным синим цветом и более такие вот они толстым шрифтом прорисованы. Это глубокие вены. Есть глубокая вена бедра, есть глубокая вена голени, а также есть поверхностные вены. Поверхностные вены здесь на этой картинке, они изображены более таким светлым тоном и более тонким шрифтом. Между собой вены глубокие и поверхностные соединяются при помощи сосудов, которые называются коммуникативные, обеспечивают коммуникацию. Так вот, движение крови по нижним конечностям в основном, как вы видите, на 90% осуществляется за счет венозной системы вен глубоких. И только 10% обратный возврат крови к сердцу осуществляют поверхностные вены. Итак, кровь должна двигаться в обратном направлении. И мы с вами про это проговаривали. В венах есть особое образование, которое называются клапаны, и они препятствуют эти клапаны обратному движению крови. А также нужно сказать, что вены располагаются анатомически в слоях мышц, скелетных мышц. Тех мышц, сокращая которыми, мы осуществляем какие-либо движения. И поэтому сокращение скелетных мышц оказывает определенное давление на стенку вен, поддерживает венозную стенку в тонусе. И, соответственно, это тоже один из немаловажных факторов, почему кровь движется в обратном направлении, то есть движется сверху вниз. Теперь давайте вспомним. Это как раз клапанный аппарат вен. То есть основная причина развития варикозной болезни – это дисфункция клапанного аппарата. Вот посмотрите, здесь изображена вначале совершенно нормальная вена с нормальным развитым клапанным аппаратом. То есть клапанный аппарат работает таким образом, что пропускает кровь только исключительно в одном направлении – сверху вниз. Определенный объем крови двигается вверх, клапаны, соответственно, закрываются и предотвращают обратный ток крови. Что же происходит при варикозном расширении? При варикозном расширении дисфункция клапанного аппарата и, соответственно, будет наблюдаться так называемая регургитация крови. Регургитация – это обратное движение крови или по-другому мы говорим, это называется рефлюкс. Слово рефлюкс нам тоже уже знакомо. Это обратное движение какой-либо жидкости, в данном случае крови. И посмотрите, рефлюкс бывает горизонтальный – это завихрение крови и, соответственно, вертикальный – это движение крови в обратном направлении. Таким образом, за счет нарушения функции клапанного аппарата, неполный объем крови, неполностью, недостаточно хорошо, он двигается обратно по направлению к сердцу. Соответственно, этот объем крови остается в определенном участке вены и за счет этого вена расширяется. Она должна вместить в себя этот объем крови и, соответственно, происходит расширение вены. Оно может быть выражено самыми различными проявлениями. Мы это увидим от сосудистых звездочек, образования сосудистой сети, которую видно глазом, до образования уже крупных конгломератов. Вот на этом представленном слайде как раз показана роль скелетной мускулатуры в обеспечении нормального движения крови. Вот посмотрите, здесь показаны мышечные структуры, которые находятся в сокращении. И вот это сокращение мышц оказывает давление на венозную стенку. Венозная стенка, обе венозные стенки как бы друг к другу сближаются, то есть просвет вены несколько сужается. Соответственно, это способствует подталкиванию крови в естественном направлении. Если же мышца не работает, то есть человек не ведет активный образ жизни, мало двигается, либо мы сейчас скажем про факторы риска, либо это какие-то определенные статические напряжения в течение дня, и мышечных сокращений нет, то в результате отсутствия их стенка не получает воздействия. Видите, диаметр увеличивается, нет подталкивающего воздействия на кровь, и кровь может оставаться в определенном участке, и это приводит как раз к расширению вены на данном участке. Давайте теперь все это вместе соединим и посмотрим уже, что происходит внутри вены и как это будет проявляться уже непосредственно снаружи. Итак, венозные клапаны не закрываются, либо какая-то дисфункция, то есть частично их незакрытие происходит, либо они не закрываются полностью. И вот здесь, посмотрите, стрелками показано, что кровь, она двигается туда, куда нужно, сверху вниз, но вот эти вот завихрения, постоянные увеличения объема крови, приводит к тому, что здесь наблюдается застой крови, нарушается в целом венозный отток, и этот застой крови приводит к тому, что этот участок расширяется, и мы визуально наблюдаем вот такую картинку, мы наблюдаем расширение вены. Теперь давайте поговорим, какие такие факторы могут способствовать варикозной болезни вен нижних конечностей, то есть вздутию, расширению вен. Ну, выделяют несколько факторов, один из них является наследственная предрасположенность. То есть не нужно говорить о том, что если у родителей есть такая проблема, то у ребенка она будет обязательной. Нет. Конечно, есть предрасположенность, и эта предрасположенность может реализоваться только в том случае, если, зная об этой проблеме, ребенок, скажем, с детства и затем уже в более взрослые годы ведет, ну, так будем говорить, неправильный образ жизни. Если мы говорим о предрасположенности, то риск возникновения этой патологии у детей, как вы видите, увеличивается до 60%. Но если соблюдать все профилактические мероприятия, это заболевание может и вовсе не возникнуть. Следующий этиологический фактор – это половая принадлежность. И, как мы уже обозначили выше, женщины страдают этой проблемой чаще, примерно в два раза. Этому способствуют определенный гормональный дисбаланс и беременность. Беременность в каком плане? Первое – то, что при беременности, ну, во-первых, происходит увеличение массы тела, и при увеличении массы тела нижние конечности испытывают большое напряжение, особенно вены нижних конечностей, ну, а также это определенные гормональные перестройки, которые возникают в организме во время беременности. Следующее – это избыточная масса тела. Посмотрите, увеличение массы тела на 20% приводит к пятикратному увеличению риска развития варикозной болезни нижних конечностей. Статические нагрузки и малая двигательная активность. Значит, статические нагрузки – это может быть у людей, которые занимаются определенным родом профессии, и определенными профессиями, но прежде всего люди, которые поднимают тяжести. Здесь риск возникновения варикоза довольно велик. И это большая статическая нагрузка. Что это за профессии? Статическая нагрузка – это люди, которые проводят, допустим, все свое рабочее время стоя. Прежде всего, это продавцы, это врачи, особенно если мы говорим о хирургах, о многочасовых операциях, когда приходится очень долго стоять, и варикозная болезнь нижних конечностей очень часто встречается у хирургов. Не обязательно проводить свое рабочее время стоя. Сидячее положение также приводит к тому, что возникает риск развития этого заболевания. Поэтому все профессии, где весь рабочий день приходится сидеть, допустим, около монитора компьютера, также являются фактором риска. Хотелось бы продолжить. Те предрасполагающие теологические факторы, которые приводят к варикозу – это нерациональное питание. Очень многое еще зависит от состояния самой стенки сосудов. И поэтому очень важна роль правильного рационального питания, которое включает в себя соответствующие микроэлементы и витамины. Прежде всего, это витамин С. Все наверняка знают, аскорбиновая кислота. Укрепляет сосудистую стенку. Это витамин П, или другими словами, рутин. Он тоже укрепляет сосудистую стенку. И витамин Е, как антиоксидант. Это жирорастворимый витамин. Соответственно, все овощи, фрукты, плюс еще наличие в них растительной клетчатки, укрепляют стенку сосуда и в целом способствуют стимуляции кровообращения. Следующий фактор риска – это ношение тесного белья. То есть это тесное нижнее белье, сдавливающее. Это, допустим, очень узкие тесные джинсы. Это все приводит к тому, что происходит механическое воздействие на вены и затрудняется отток крови по ним. Это нарушение стула – одна из причин, которая может привести к варикозу. А нарушение стула, как правило, связано с нарушением диеты и малоподвижным образом жизни. При запорах, особенно при выраженных натуживаниях, происходит увеличение внутрибрюшного давления. И при увеличении внутрибрюшного давления нарушается отток крови по венам нижних конечностей. К варикозу может привести сопутствующая патология. Другими словами, варикоз может развиваться, если у человека есть патология сердечно-сосудистой системы, особенно связанная с слабостью работы сердца, нарушением ее моторной функции. Это заболевание почек, как проявление в целом регуляции объема жидкости в системе кровообращения, регуляции этого объема. Нарушается венозный отток и, соответственно, может привести к вздутию вен. И еще остановлюсь на такой тоже причине, которая способствует развитию варикоза, опять же связанной с женщинами. Это ношение обуви на очень высоких каблуках. Каблук, который выше 4 см, считается нефизиологичным, неправильным. Происходит большая нагрузка при хождении на таких высоких каблуках, прежде всего в целом на опорно-двигательный аппарат, на позвоночник и на мышцы, которые удерживают спину, соответственно, мышцы ног в том числе, и на сосуды нижних конечностей. Что же происходит, если носить обувь на высоком каблуке, особенно если в ней ходить очень длительное время в течение дня? Стопа приобретает нефизиологическое положение, она сильно изогнута, и в результате чего нарушается питание мелких сосудов, движение крови по мелким сосудам пальцев ног. А отсюда уже начинаются мелкие венозные сосуды, венулы, привенулы, которые собираются в мелкие вены. И в результате этого наблюдается венозный застой, и поэтому, если долго очень ходить в течение дня на каблуках, может наблюдаться отек нижних конечностей, как правило, это отек в области щиколотки и в области икры. Вот это свидетельствует о том, что нарушен отток венозной крови, и рекомендации, какие можно дать, мы их будем давать чуть позже, это, конечно же, каблук на более физиологичной высоте, это до 3-4 см. И если женщина очень любит высокие каблуки, как бы запретить невозможно, то по всем правилам в них нужно ходить не более 2 часов в течение дня. Потому что, как мы сейчас увидели, это один из таких провоцирующих факторов. Следующим фактором, который может привести и способствовать развитию варикозной болезни, это курение. Но про курение говорится везде и всюду. И нужно сказать, что это мощный фактор развития множества патологий. Но курение влияет мощно на сосудистую стенку. Вот здесь вот приводится пример, если человек выкуривает в день 2-3 сигареты. 2-3 сигареты, казалось бы, да, ну что это, как обычно говорят, я балуюсь. И при этом, да, происходит спазм кровеносных сосудов, особенно мелких, за счет того, что попадает в кровь. А то, что вдыхается с табачным дымом, те смолы, все эти компоненты, которые там находятся, они сразу же через альвеолы, куда попадают, напрямую следуют в кровь. То есть путь поступления вещества путем инспирации, дыхания, он быстрый. И эти вещества сразу же поступают в кровь, они очень токсичны и оказывают влияние, спазмирующее на сосуды. И в целом эти токсические вещества способствуют тому, что стенка уплотняется, она становится плотной, то есть теряются ее эластические свойства. Мы говорили на прошлом вебинаре, что в состав сосудистой стенки входят эластические элементы, за счет которых определяется сосудистый тонус. Так вот здесь стенка становится плотная, а сама она утончается. Это 2-3 сигареты, да, и спазм 20-30 минут в течение дня. А что же происходит, если человек выкуривает гораздо больше сигарет? Итак, если это происходит длительное время, если фактор это воздействие хронический, то стойкое сужение просвета сосудов может привести к тому, что они могут вообще, так скажем, утратить свой просвет. И нарушение оттока крови. Нарушение оттока крови нижних конечностей – это прежде всего застой крови в нижних конечностях. И плюс курение приводит свое воздействие на липидный состав крови. Основными представителями липидного обмена являются триглицериды и холестерин. Так вот, липидный обмен меняется в ту сторону, что в плазме крови появляются либо протеиды низкой, либо очень низкой плотности. Это так называемые плохие липиды. И это способствует тому, что идет образование бляшек, атеросклеротических бляшек на стенке сосудов. Плюс стенка сосуда сама уже изменена под влиянием табачных всех смол. Да на них происходит образование вот этих вот атеросклеротических бляшек, то это приводит к тому, что просвет сосуда еще больше суживается. А так как нарушается гладкая поверхность сосуда, то это способствует еще и тромбообразованию. То есть, если бы был гладкий сосуд, форменные элементы просто бы спокойно пролетали в движении крови, то здесь они обязательно остановятся. И начнется процесс их скучивания и тромбообразования. Поэтому одним из осложнений варикоза является тромбофлебит и тромбоз. Но об этом мы сегодня еще поговорим. Теперь давайте остановимся на клинических проявлениях варикозной болезни нижних конечностей. Клинические проявления, они, ну, самые, так скажем, разнообразные, я имею в виду по степени выраженности процесса. Все начинается с того, что человек может испытывать тяжесть в ногах. Тяжесть в ногах, ноги устают в течение дня, особенно если долго приходится стоять. И человек может испытывать или говорить о том, что ноги отекают. Отекают, особенно, вот мы сказали, в области щиколотки, как правило, начинается. Ну, а уже не оставляют никаких сомнений проявления, когда их видно глазом. И вот здесь как раз я привожу две разные стадии варикозной болезни. Если на нижнем снимке видны только такие вот сосудистые венозные сети, увеличенные, это тоже уже проявление варикозной болезни, то на верхней картинке мы видим уже образование конгломератов, образование венозных узлов. И то, и другое, это есть проявление варикоза. Далее. При варикозной болезни пациент может испытывать судороги в икроножных мышцах. Ноги сводят, особенно это по ночам, когда напряжение снижается. Могут быть не просто судороги, могут быть тупые, распирающие боли. И эти боли могут увеличиваться, допустим, во время вертикального положения, то есть такого статического напряжения. Если человек ложится, особенно приподнимает ноги, кладет их, допустим, на валик, на подушечку, то, соответственно, боль снижается. Вены, вот такое вот выраженное их проявление, могут исчезнуть, если пациент, опять же, будет лежать с приподнятым ножным концом. И вот теперь представьте, вот такое изменение в сосудах, нарушение обратного движения крови, застой крови по сосудам, по сосудам приводит к тому, что нарушается трофика тканей, то есть питание тканей. Ткани недополучают до оптимального количества питательных веществ, токсические компоненты накапливаются. И вот это вот нарушение трофики приводит к тому, что можно будет увидеть изменение цвета кожных покровов. Наблюдается пигментация кожных покровов по цвету, напоминающую, допустим, как вот веснушки. Или темнее пигментация, а также может происходить уплотнение кожи в этом месте, так называемая индурация. То есть при пальпации, если потрогать это место, то кожа будет плотная на ощупь. Если нарушена трофика, то кожа обязательно сухая. И более, так скажем, выраженные проявления, это, конечно же, синюшность кожных покровов. Это свидетельствует о таком запущенном процессе. И выраженный оттек. И совсем уже запущенный процесс варикоза, нарушение трофики тканей, приводит к тому, что в этом месте могут появляться язвы. Так называемые трофические язвы. И вот мы теперь это посмотрим вот на следующем слайде. Верхняя картинка нам как раз показывает стадии развития варикоза. Первая вена, которую мы видим, это вена нормальная. Здесь нормально функционирует клапанный аппарат. Кровь двигается в нужном направлении, сверху, вернее, снизу вверх, по направлению к сердцу. Клапаны вовремя закрываются и не пропускают кровь обратно. Если развивается варикоз, то дисфункция клапанного аппарата приводит к тому, что они смыкаются неполностью. И вот это их неполное смыкание приводит к тому, что кровь движется сначала небольшими порциями в обратном направлении. и она здесь должна находиться в увеличенном объеме. Соответственно, что происходит? Вена увеличивается и наблюдается вздутие. И совсем уже такое выраженное проявление варикоза – это полная дисфункция клапанного аппарата. То есть клапаны не работают и движение крови сильно-сильно нарушено. И вот она здесь застаивается. И вот здесь уже будет образовываться то, что мы увидим снаружи. Мы увидим уже такие вот конгломераты. Ну и вот проявления по стадии на всех стадиях варикоза. Вот они выступающие вены. Отечность. Вот для сравнения две ноги. Допустим, по правой ноге венозный отток не нарушен, он совершенно нормальный. По левой ноге имеется варикоз. И вот этот варикоз как следующее проявление выражена отечность. Отечность в области щиколотки и икры. Нарушение трофики приводит к пигментации, о которой мы только что говорили. Вот оно изменение кожных покровов. Цвет, ну, как у веснушек, да, то есть темный. И совсем выраженное нарушение трофики – это образование язв. Вот они, трофические язвы. Это все клинические проявления варикозной болезни. Если варикозная болезнь не подвергается никакому воздействию, то есть возникают в следующем осложнения варикозной болезни. Ну и опять же пойдем от, ну, если так можно сказать, простого к сложному. Значит, как вы видите, осложнением варикозной болезни является флебит. И что такое флебит? Если есть в окончании название какого-то заболевания, окончание ИТ, это всегда говорит о наличии воспаления. Так вот, флебит – это непосредственно воспаление венозной стенки, воспаление ее. Вена подвергается воспалительному процессу. Почему? Да потому что там постоянный застой крови. Идет механическое воздействие на стенку. И возникает воспалительный процесс. Вена становится очень плотная. И если ее начать пальпировать, ну, то есть к ней прикасаться, то это вызывает выраженный болевой синдром, боль при касании. Следующим осложнением появляется уже тромбофлебит. То есть к воспалительному процессу присоединяется образование тромбов. То есть это уже следующий шаг развития патологии, более серьезный, агрессивный и приводящий, ну, так скажем, к серьезным последствиям вплоть до летальных исходов. Все, что связано с повышенным тромбообразованием. Что касается тромбов, то тромбы образуются в венах в пять раз чаще, чем в артериях. В артериях тоже образуются вены, но по сравнению с венами не так часто. А если мы говорим о венах, то в венах нижних конечностей они образуются в три раза чаще, чем в венах всех других, других частей тела. Тромб, он прикрепляется к стенке сосуда. Да, вот здесь вот показано на этой картинке, он прикрепляется к стенке сосуда. А другой, своей, как правило, большей частью, он свободно плавает в просвете сосуда. И чем опасно это состояние? Это состояние опасно тем, что этот тромб может оторваться. Кровь двигается, человек двигается, соответственно, какие-то статические напряжения, поднятие тяжести, и тромб может свободно оторваться и направиться в свободном, так скажем, движении. Пока не остановится где-то в мелком сосуде, через который он пройти не сможет. А если тромб не сможет пройти через какой-то мелкий сосуд, то, соответственно, он его полностью закрывает, движения крови не будет, и, значит, данная ткань, данный орган питания получать не будет. То, что и приводит к тромбозу, и, соответственно, к развитию инфаркта любого органа. Итак, следующее заболевание – тромбоз. Это наличие тромба, да, уже попадает тромб в глубокие вены. А если тромб находится в глубоких венах, вот как здесь показано, то увидеть это глазами невозможно. Если поверхностную вену можно пропальпировать, да, посмотреть на нее, то здесь глазами увидеть наличие тромба в глубокой вене невозможно. И, как правило, пациенты жалуются на боль в икроножных мышцах, отекают лодыжки. И это заболевание, как мы уже сказали, смертельно опасно, потому что вот эти глубокие вены, они собирают кровь от нижней конечности, затем они впадают в полые вены, верхнюю и нижнюю, и попадают уже в правое предсердие, то есть несут кровь в правое предсердие. И представьте, что вот этот тромбо, тромб, который находится в этих венах, он тоже попадает в правое предсердие. И самым грозным осложнением варикозной болезни, которая может случиться, это тромбоэмболия легочной артерии, или то, что сокращенно называется ТЭЛА. Вот это смертельное состояние. Что же такое тромбоэмболия легочной артерии? Тромбоэмбол, то есть тромб, который в свободном плавании находится в венозном русле, он выбрасывается в легочную артерию. Вот посмотрите, здесь как раз я привожу картинки. Вена, да, нижние конечности. Вена несет кровь в правые отделы сердца, вот они синим обозначены, это правое предсердие. Затем тромб может пройти через отверстие между предсердием и желудочком. Затем оно может выйти через правый желудочек и попасть в выносящий сосуд, который у нас называется легочной ствол. Но легочной ствол делится на два сосуда. Это, соответственно, правая и левая легочные артерии. Это те сосуды, которые заходят в легкие. И тромб, если он оторвался и прошел даже через камеры сердца, и прошел через крупный сосуд, легочной ствол, он может где-то остановиться в разветвлении легочной артерии. Вот здесь попасть в какое-то более мелкое разветвление и здесь встать. Если он здесь встает, дальше он не двигается, он полностью перекрывает движение крови. И перекрыв таким образом движение крови, нарушается работа малого круга кровообращения. То есть теперь кровь же из легких должна собраться и попасть в левые отделы сердца, обогащенные кислородом. А теперь этой крови будет собираться гораздо меньше. Меньший объем крови будет поступать в левый отдел, в левое предсердие, в левый желудочек. А значит, меньший объем крови будет выбрасываться в сосуды, и это приведет к резкому падению артериального давления, так как уменьшенный объем крови – один из факторов регуляции артериального давления и, соответственно, может привести даже и к смертельному исходу. Это самое грозное осложнение любого заболевания вен, и в том числе варикозной болезни нижних конечностей. Ну, теперь давайте остановимся на том и поговорим, что же делать, как профилактировать это состояние. Ну, вот, исходя из того, какие факторы приводят к развитию этого заболевания, какие факторы провоцируют его, мы отталкиваемся от них и говорим о профилактике. Ну, прежде всего, это физическая активность, это отсутствие гиподинамии, то есть даже если это статическая работа, человек стоит, сидит в течение 8-часового рабочего дня, то все равно нужно делать какие-то перерывы, хотя бы походить, хотя бы поприседать, то есть обязательно физическая активность, чтобы дать работу мышцам и воздействие на стенку вен. Это диета, конечно же, диета, которая богата овощами и фруктами, содержащих витамины, микроэлементы, клетчатку. Это все способствует укреплению сосудистой стенки и способствует движению крови. Это ограничения по соли, по натрию хлору, потому что соль задерживает жидкость в организме и способствует развитию отечности. Конечно же, это нормализация веса. Мы увидели, что избыточная масса тела способствует нарушению венозного оттока. Массаж ног. Массаж ног проводится оптимально утром и вечером. И массаж проходит всегда по направлению движения крови и лимфы, то есть от ступни, от пальчиков к паху, то есть снизу вверх по току движения крови, никак не наоборот. И вот этот вот массаж глубокий, он способствует движению крови. Это избегать ношения тесной одежды, даже если это сильно модно. Это приподнятое положение ног, то есть желательно, если у человека такая статическая работа, приходить домой или есть свободная минутка, занимать вот такое вот положение, сидя или лежа, и приподнимать ножной конец. Это не злоупотреблять алкоголем, так как это токсические вещества. И, конечно, отказ от курения. Сегодня мы разобрали, какова роль курения в развитии венозной патологии. Далее, то, что касается принципов лечения. А что с этим делать? Да, можно профилактировать, но если уже процесс есть, то его нужно как-то лечить. Значит, одним из принципов консервативного лечения является эластическое воздействие, то есть так называемое эластическое бинтование. Это могут быть эластические бинты, это могут быть эластическое белье, эластические колготки в частности. Так вот, это эластическое давящее воздействие на ноги. Это приводит к тому, что уменьшается диаметр вены, а через сниженный диаметр вены кровь начинает быстрее двигаться, и это приводит к снижению риска развития тромбозов. То есть эластическое белье, эластическое бинтование. Это, конечно же, любые препараты, но мы, как правило, не оговариваем здесь их. Это препараты, которые укрепляют сосудистую стенку в целом и препараты, которые улучшают движение крови. Это основные моменты консервативного лечения. Ну и, конечно же, есть еще и хирургическое лечение этой проблемы. Без него иногда бывает тоже не обойтись. Хирургическое лечение сводится к тому, что применяется метод склерозирования, то есть вводятся определенные вещества в проблемный сосуд, и сосуд склерозируется, либо полностью хирургическое удаление этого сосуда. Теперь немножечко перейдем к аюридическим представлениям. Итак, варикозную болезнь нижних конечностей связывают с болезнью холода. Холод – это сочетание ветра и слизи. Но если мы говорим ветра и слизи, то это представители вата и капха. И это, прежде всего, недостаток кровообращения. Если это много слизи, то это будет проявляться тем, что кровь становится очень тягучей и нарушается ее движение, скорость ее по сосудам. Ей трудно двигаться. Если это много ветра, то это признак недостаточной эластичности сосудов. Ну и вот, как правило, сочетание, либо выраженный, как правило, компонент с преобладанием слизи, вот с этим связано развитие варикозной болезни. Мы сегодня говорим о венозной системе. То есть той системе, которая собирает кровь от органов, несет ее к сердцу. То есть что вены собирают? Они собирают от тканей продукты их жизнедеятельности, продукты метаболизма. Поэтому в целом венозная система, она отвечает за вывод токсинов. И поэтому венозную систему очень тесно связывают с такими органами, как печень, почки и кишечник. Почему? Потому что печень, почки и кишечник – это органы выделения. То есть они тоже из организма выводят токсины. Так вот, если развивается варикозная болезнь нижних конечностей и вообще любая патология, связанная с проблемой вен, то нужно всегда искать первопричину в характере питания. И это особенно актуально для людей, представителей капха типа конституции. Для этих представителей изначально характерен сниженный обменный процесс, то есть снижение метаболических процессов. И это приводит к тому, что при, допустим, сочетании с гиподинамией и неправильным питанием это отражается на избыточном весе. То есть это люди, которые, как правило, имеют лишний вес, и поэтому нижние конечности всегда испытывают определенную тяжесть, и они перегружены. А значит, движение крови по нижним конечностям будет тоже изменено. Если мы говорим о питании, представители капха типа и всех других представителей, и пита, и вата, то главный метод – это вытеснение жирных продуктов, возбуждающих продуктов. Это вытеснение из рациона питания продуктов концентрированных и консервированных, и замена их, разумеется, натуральными. Дальше. Одним из способов лечения является активная физическая нагрузка. То есть это постоянные занятия, если не спортом, то хотя бы просто физкультура, физическая активность. И при варикозной болезни нижних конечностей одной из рекомендаций, как одним из методов воздействия, является как раз назначение этой физической нагрузки, что рекомендовано в первую очередь. Рекомендованы плавные движения с обязательным исключением любых статических нагрузок. То есть ни в коем случае не поднимания тяжести, никаких резких движений. Это так называемые кардионагрузки. Кардионагрузки – это быстрые нагрузки. Что из этого? На первом месте это велосипед и плавание. Плавание в целом за счет своего гидровоздействия оказывает влияние на все группы мышц, ну и, соответственно, на мышцы нижних конечностей и воздействие на сосуды. Очень показан, даже если нет у человека возможности заниматься плаванием, кататься на велосипеде, самый простой способ, очень эффективно воздействующий на состояние венозной стенки, является хождение по лестнице. По лестнице ходить мы можем везде, соответственно, даже на работе. Несколько пролетов в день, поднимаемся вверх, спускаемся вниз, оказывает тонизирующее состояние в целом на мышечную систему нижних конечностей, в целом на систему кровообращения и в том числе, конечно же, на стенку сосудов. Что еще рекомендуют при варикозной болезни? Есть определенное упражнение, которое заключается в том, чтобы нормализовать работу клапанного аппарата. Оно выполняется лежа. Если нет возможности выполнять лежа, то это можно даже делать в положении сидя, только ноги надо, чтобы были на горизонтальной поверхности. И вот здесь, на этой картинке, показано, что нужно делать. В положении лежа нужно тянуть носки на себя. То есть, посмотрите, стопа в вертикальном положении, носки нужно тянуть к себе, к лицу, пятки получаются как бы от себя. И так нужно сделать в течение дня несколько подходов. И таким образом мы как бы растягиваем, активизируем икроножную мышцу и оказывается тонизирующее влияние на венозную стенку и нормализует работу клапанного аппарата. Рекомендуется массаж. Массаж глубокий по типу спортивного, который направлен на стимуляцию сосудов. То есть, это рекомендовано при варикозной болезни. Ну и диета-терапия. Про диету мы уже сказали, что нужно исключить. Что касается диеты, какие продукты обязательно нужно включить с точки зрения аюрведических представлений. Значит, для облегчения движения крови, чтобы не было застоя крови в сосудах, рекомендованы такие продукты, как имбирь, лимон, то есть в целом цитрусовые, апельсины. Рекомендовано употребление в пищу оливкового масла. Это инжир. Продукты, которые доступны нам, особенно летом. Это малина, земляника, вишня. В вишне содержится очень много веществ, которые тонизируют сосудистую стенку. Поэтому для пациентов с варикозной болезнью нижних конечностей вишня очень-очень рекомендована. Это красная смородина, потому что в ней много витамина С и рутина. Это свекла, это обычные семена подсолнуха, артишок, то есть вот эти продукты, которые и укрепляют сосудистую стенку, и облегчают движение крови по сосудам. Из растений это колонхоя, крапива, каштан. Каштан применяется в нескольких вариантах, но вот здесь рассматривается каштан, как прием его внутрь, то есть настойка каштана. Имбирь. Имбирь это продукт, как вы все знаете, он горячий, и соответственно он хорошо разгоняет кровь. И он рекомендован представителям всех типов конституции, но с большой осторожностью, представителям пита типа конституции. То есть если это выраженная пита, то с имбирем нужно быть очень осторожным. И вот сочетание, допустим, отваров имбиря с медом и яблочным уксусом, тоже хорошо способствует активному движению крови по сосудам. Сочетание кардамон и имбирь тоже восстанавливает кровообращение и тонизирующий влияет на стенку сосудов, в том числе повышает их эластичность. Инжир рекомендован пациентам варикозной болезни нижних конечностей. Как вы видите, рекомендован в любом виде. И в свежем. Он применяется в зависимости от того, кто в каком регионе живет. Также он применяется и отваривается в воде, в молоке. То есть, можно сказать, первый продукт при варикозной болезни. Но, так как это продукт сладкий, в нем содержится много сахара, то пациентам, у которых есть сахарный диабет, нужно с осторожностью применять, либо прямо под вопросом. Укрепляют, тонизируют сосуды, опять же, мы сказали, это каштан. Но каштан можно применять не только вовнутрь, но можно применять в виде масла и крема. То есть, наружно. Мускатный орех и корень женьшеня. Ну вот, все, что я назвала, это как бы можно применять для всех типов конституции. Но там, где есть какие-то особенности, вот, допустим, женьшень, так как он, да, обладает возбуждающим действием, то для ваты здесь идут ограничения. То есть, он применяется в небольших количествах. Ну и теперь мы остановимся на показателях АПК ВИДОПУЛЬС, которые могут нам помочь в диагностике варикозной болезни. Ну, хотелось бы сразу остановиться, что варикозная болезнь нижних конечностей, как проявление застоя крови, характерен для определенного типа конституции, все-таки в большей степени. Это, как вы видите, представители КАПХАПИТА конституции. И хочется сказать, что был вебинар, посвященный теме застоя крови, как раз вот, что касается, да, представителей типа КАПХАПИТА, который был прочитан совсем недавно, Сорокином Олегом Викторовичем. И там можно подробно ознакомиться в этом вебинаре именно все, что касается проявлений застоя крови. Варикозная болезнь нижних конечностей – это лишь один из частных вариантов. Но, тем не менее, он относится к этой проблеме застоя крови. Итак, это в основном представители типа КАПХАПИТА. Следующее. Конечно же, мы обращаем внимание на состояние меридианов. Первый меридиан, который мы оцениваем, это девятый меридиан, это меридиан перикарда. Меридиан перикарда может находиться как в состоянии напряжения, так и в состоянии истощения. Это в зависимости от стадии процесса. Либо это обострение, либо это ремиссия. Но, если мы говорим о варикозе нижних конечностей, то девятый меридиан, как правило, сочетается вместе с проявлениями меридиана четвертого. Это меридиан селезенки и поджелудочной железы. И вот парность, нахождение в напряжении девятого меридиана и четвертого меридиана, это характеризует стихию земля и в целом характеризует состояние тяжести. Тяжести, то, что связано с нарушением движения крови по венам нижних конечностей. И проявление во вкладке недана, недана субдоша. На что здесь стоит обратить внимание? По вкладке недана субдоша мы обращаем внимание прежде всего на субдоша вата. Ну и прежде всего это же, конечно, вьяна субдоша. Вьяна субдоша, которая, как правило, при варикозных проблемах, она снижена. То есть находится в состоянии дефицита. Что говорит о нарушении, о гипопроявлении движения крови по сосудам. Поэтому вьяна будет находиться в состоянии показателя от 0 до 1. Дальше. Мы должны посмотреть на субдошу по капхо-доши. И здесь обратить внимание прежде всего на аваламбаку капху. Мы знаем, что аваламбака капха в целом отражает объем жидкости в организме. То есть процессы регуляции объема жидкости и застойные процессы как раз будут характеризоваться напряжением по аваламбаку капха. И еще нужно обратить внимание на капха субдоши, но только на слишака. Слишака – это жидкостная среда. Как правило, мы как-то расцениваем больше, связанную с суставами. Но если есть проявление варикоза, то слишака тоже будет задействована. И это свидетельствует о тяжести нижних конечностей и нарушению движения жидкости крови по венозной системе нижних конечностей. Вот три проявления по субдошам. Ну и как признак воспалительного процесса, как неспецифический признак, мы это уже тоже знаем, неспецифическим признаком любого воспаления, напряжения является проявлением ракт-атхату. То есть рак-то находится тоже в состоянии напряжения. Вот сочетание всех этих признаков АПК-видопульс плюс клиническая картина, плюс те факторы, которые удается узнать от непосредственно пациента, способствуют правильной диагностике этой болезни. Ну вот на этом все, что я хотела вам рассказать. Я всех благодарю за внимание. Сейчас посмотрю вопросы. Ой, ну выраженная пигментация на лице, это нужно смотреть, во-первых, у кого, мужчина, женщина, какой возраст. Ну мне почему-то кажется, что вы спрашиваете применительно женщин. Это связано с гормональными перестройками, которые могут быть выражены как при беременности, пигментация лица характерна при беременности у женщин, и это может быть связано уже у женщин, которые входят в состояние менопаузы. Ну, как правило, это проявление вот гормональных каких-то изменений. Это то, что на лице. Можно так сказать, но нельзя сказать, что только. Ведущей, так скажем, этиологической, этиология, да, инфаркта, инфаркта является тромбоз. Допустим, инфаркт, мы знаем, что есть инфаркт сердца, но есть инфаркт любого другого органа, инфаркт легкого, инфаркт почки. Тромб отрывается, мелкий тромб. Этот процесс бесконтрольный, соответственно, он с током крови распространяется и может остановиться в любом мелком сосуде. Допустим, он останавливается в коронарных сосудах, сосудах, которые питают сердце. По этому сосуду определенный участок сердца не получает крови, не получает кислорода, наступает ишемия. Ишемия – некроз, то есть, другими словами, инфаркт. Это одна из причин. Но помимо тромба, инфаркт может вызвать стойкий спазм сосудов. Без тромба сосуд спазмируется. Допустим, у человека сильный стресс, мощный выброс гормонов, адреналина, кортизола. Сосуды спазмируются, приводят к повышению артериального давления, как одна из причин. И вот этот такой стойкий спазм тоже нарушает поступление крови и может привести к развитию инфаркта. Инсульт – это, например, этиология та же самая. Причиной инсульта может быть и тромбоз, если тромбоз остается в сосудах головного мозга. Но выделяют еще инсульт ишемический, и гипертонический. Как правило, ишемический, связанный с нарушением кровотока. Поэтому тромбоз – одна из причин, ну, так скажем, ведущая, можно сказать, причина развития вот этой сосудистой патологии, таких как инфаркт и инсульт. Если вопросов больше нет, всем большое спасибо. Приглашаем вас на последующие вебинары. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова